Здравствуйте, уважаемые подписчики. Информация с официального сайта fontanka.ru Население растаскивает деньги из банков. Итак, в чем же причина? Банки теряют деньги физических лиц. Причины в разговорах о грядущей дедолларизации, нестабильной ситуации в экономике и в агрессивной политике Сбербанка, который беспрецедентно повысил ставки по депозитам. Направления, в которых люди перемещают снятые в банках депозиты и средства на счетах, разнообразны. Одни несут туда, где выше проценты, другие переводят рубли в валюту и кладут в банк с иностранным капиталом, третьи помещают в ячейку. При этом общий объем вкладов в стране сокращается. Центробанк говорит, что ожидает восстановление средств к концу года, однако на носу новогодние расходы. Отток вкладов физлиц в банках России начался в августе и пока не вернулся на прежний уровень. По данным Центрального банка Российской Федерации, общий объем рублевых депозитов в сентябре сократился на 1,2% до 21 триллиона, после чего в октябре вырос на 0,7%, однако все равно отстает от августовского показателя на 118 миллиардов. Без учета банков, где в октябре произошел прирост депозитов, 128 миллиардов рублей выведенных средств, рублевые плюс валютные вклады, приходится на 15 кредитных организаций, среди которых самые крупные по этому критерию «Ситибанк» – 25 миллиардов, «Бинбанк» – 19 миллиардов, «Райфайзенбанк» – 16 миллиардов, «Газпромбанк» – 10 миллиардов. На шестом месте по объемам оттока банк ВТБ – 8 миллиардов. На пятнадцатом месте «Связьбанк» – 2,7 миллиарда рублей. В августе-сентябре отток сбережения населения зампред Центрального банка Российской Федерации Василий Поздашев объяснял двумя факторами. Во-первых, крупные банки оформляли вклады не по самым привлекательным ставкам. Во-вторых, сыграла роль растиражированная в СМИ обсуждение дедолларизации экономики. В сентябре глава ВТБ Андрей Костин объявил о намерении перевести долларовые расчеты по экспорту-импорту в евро, рубль или юань. В октябре Костин заявил, что никто доллары в России не будет запрещать, вновь повысив интерес к этой теме. «Василий Поздашев опровергал информацию о перетоке рублевых средств из госбанков, в отношении которых ожидалось возможное введение санкций в валютные сбережения в банках с иностранным капиталом. То, что мы наблюдали, это снятие валютных вкладов и, по сути дела, заполнение ячеек», – отмечал он. «В октябре мы наблюдали некоторый отток вкладов из лиц, который связываем прежде всего с движением валютных курсов. Он являлся незначительным в масштабах нашего портфеля, а в ноябре и на текущий момент мы констатируем уверенный приток средств клиентов, физических лиц. Оттока средств к расчетным счетам мы в ноябре не наблюдали», – сообщили Фонтанке в Газпромбанке. «В связь банки сообщили Фонтанке, что и сейчас не наблюдают перетока денег из госбанков в иностранные кредитные организации, поскольку доходность по вкладам там низкая. Однако сталкивались со случаями повышенного интереса к размещению денег в ячейках». «Мы действительно сталкивались с несколькими подобными случаями в нашем банке, когда некоторые клиенты снимали со счетов наличную иностранную валюту и перекладывали ее в сейфовые ячейки. Это происходило на фоне публикации в СМИ о возможном отказе от долларов Соединенных Штатов Америки. Но сказать, что это носит массовый характер, совсем нельзя. Это только единичные случаи», – сообщили в связь банки. Несмотря на то, что Центральный банк РФ не подтверждает факт перетока денег из госбанков в банки с иностранным капиталом, некоторые из таких кредитных организаций заявляют о росте валютного портфеля. Как сообщили фонтанки, Лидия Коширина, заместитель директора Департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка, принадлежит французской компании Societei General. Рост валютного портфеля наблюдается достаточно длительный период времени, а наиболее активным этот рост стал начиная с августа. Это объясняется в основном негативными макроэкономическими ожиданиями», – уточнила Аня. «Клиенты не видят риска хранения средств в валюте в Росбанке, учитывая нашу принадлежность к международной группе и высокую степень надежности, подтвержденную национальными и международными рейтингами. «Мы со своей стороны предлагаем выгодные условия по вкладам в валюте, поэтому на популярность ячеек тенденция не повлияла», – отметила Коширина. «Общий отток вкладов в Росбанке, включая рублевые сбережения физлист, носит краткосрочный и ожидаемый характер и связан с сезонностью и обдуманной политикой, нацеленной на умеренное привлечение средств в соответствии с запланированными показателями». Между тем, в банковской сфере, открыто говорят коллеги, наблюдают переток денег со счетов госбанков в банке с иностранным капиталом. Например, упоминается ВТБ, откуда якобы вынимали вклады и относили в ячейки Райфайсенбанка, и у него больше всего ячеек было открыто. То есть факты говорят сами за себя. Народ, россияне, наши с вами соотечественники, не доверяют Государственным банкам Российской Федерации, и это не зря. Все мы помним дефолт 1998 года. Все, что происходит, начиная с 2014 года по сей день, так это рушится рубль на глазах. И это очевидно, что мы с вами не доверяем рублю. Кстати, по данным газеты Bloomberg, российский рубль является самой слабой валютой в мире, и самой непредсказуемой в мире на сегодняшний день. Еще в одном банке, где произошел отток в последнее время на условиях анонимности, заявили, что в большинстве случаев снятие денег со вкладов в банках произошло по причине беспрецедентно высоких ставок, которые рынку предложил Сбербанк. Это было очень неожиданно для рынка, рассказали там. По-видимому, таким образом он решил воспрепятствовать оттоку, который начался у него самого. Именно в связи с повышением ставок у Сбербанка мы потеряли вклады физлиц в октябре и ноябре. Повышать ставки мы не хотели, чтобы не увеличивать нагрузку по выплатам процентов. Скорее всего, большинство других банков не сделали этого по аналогичной причине. Крупнейший госбанк страны действительно во второй половине сентября повысил ставки по долларовым вкладам. Речь идет о Сбербанке с 1,35% до 2% годовых. После чего в середине октября увеличил доходность по всем рублевым вкладам на 0,15-0,5% пункта. Также Сбербанк запустил вклад рекордный со ставками 6,5-7,15%, а срок его действия истек 30 ноября. После чего депозит без паспорта со ставками 6,5-7% действует до 31 января 2019 года. Уже ли так значительно? Да, поскольку в среднем предложение было ниже на процент, а то и больше. Согласно отчетам Сбербанка по РСБУ, в сентябре на фоне обсуждений, кого коснутся новые санкции, банк потерял 206 млрд. рублей физических лиц, депозитов во всех валютах из текущих счетов физлиц, а в октябре, видимо, за счет повышения ставок нарастил 226 млрд. Однако уже в ноябре отток возобновился в составе 39,3 млрд. рублей. Но на 1 декабря в Сбербанке было 12,4 трлн. средств физлиц, что, впрочем, по-прежнему выше начала года на 2,1%. В Сбербанке, в свою очередь, сообщили фонтанке, что в действительности у них в последнее время выросли объемы как валютных вкладов, так и рублевых. Падение, которое можно увидеть в бухгалтерских документах, обусловлено особенностями бухгалтерского учета, утверждают там, а реального оттока не произошло. Итак, как мы видим, Сбербанк опровергает все слухи и факты о том, что происходит отток из госбанков в иностранные. В отдельных банках отток средств населения произошел вовсе не по рыночным причинам. Например, открытие в октябре потеряло 1,7% средств физлиц, сообщили в кредитной организации. Однако связано это было с плановым переводом клиентов Рокетбанка в банк Киви, куда из открытия перешел Рокетбанк. Это обстоятельство и сейчас продолжает оказывать сильное влияние на динамику. Без учета перевода клиентов Рокетбанка, открытие за 10 месяцев 2018 года увеличило средства физлиц на 20,7 млрд. В основном за счет роста срочных вкладов на 15,9 млрд. или на 4,7% отметили в банке. Банк ВТБ предоставил данные по Петербургу и Ленобласти, где оттока не наблюдается. В октябре-ноябре в этих двух регионах депозиты и средства до востребования выросли на 4,2 млрд. А по итогам 11 месяцев они увеличились на 13,6% до 360 млрд. рублей, сообщили в ВТБ. Напомню, что статья с официального сайта fontanko.ru. Автор Александр Аликин. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Мы обязательно будем следить за новостями. А теперь давайте вместе с вами сделаем какой-то под итог всего того, что происходит на сегодняшний день в Российской Федерации. Итак, само название говорит за себя. Население растаскивает деньги из банков. Итак, прежде всего это говорит о том, что россияне не доверяют ни государству, ни правительству и ни банкам. И это обоснованно. Потому что то, что произошло в августе 2018 года, без каких-то предпосылок, без обоснованных каких-то таких действий извне, вдруг рубль начал рушиться. Напомню, что весь 2017 год рубль показывал на удивление стабильность. Действительно хорошую стабильность. И народ как-то расслабился, он начал доверять банкам. Но то, что произошло в августе, вновь люди очнулись, опомнились и поняли, что доверять ни правительству, ни банкам не стоит. Многие спрашивают, с чем же все-таки связана стабильность рубля в 2017 году? Ответ, на мой взгляд, опять-таки это мое мнение, можете писать свое мнение в комментариях. На мой взгляд, это была показуха со стороны правительства перед выборами президента. То есть нужно было показать стабильность экономики, стабильность рубля прежде всего. Президента выбрали и все, отпускаем рубль, рубль рушится, естественно, повышаются цены абсолютно на все. На продукты питания, на товары массового потребления. Вводятся какие-то новые налоги, повышается пенсионный возраст. Это на самом деле, это самый большой удар по всем нам, по всем, не только нам, по нашим родным и близким, нашим родителям, по пенсионерам, то есть по самым незащищенным слоям населения Российской Федерации. Получается, если мужчину или женщину, мужчину, возьмем, к примеру, мужчину, уволив 63 года, в этом возрасте он не будет получать пенсии. Но и это очевидно, что и устроиться на работу он не сможет. То есть этот человек превращается в нищего. Человек, который всю жизнь прожил в России, проработал на нее, выплачивал все налоги, включая выплаты в пенсионный фонд, он остается без средств к существованию. И это наглядно показывает отношение членов правительства к россиянам. Наплевательское отношение. Также повышение НДС говорит о том, что в ближайшем будущем, то есть уже в 2019 году, постепенно мы с вами почувствуем удар в спину со стороны правительства. Потому что повышение НДС, оно повлечет за собой повышение цен абсолютно на все. И на продукты питания, и на товары массового потребления. Потому что НДС закладывается абсолютно на все. Также рост цен на топливо. А все связано с топливом, даже продукты. Потому что перед тем, как попасть на прилавки, эти продукты туда доставляют компании-перевозчики. Соответственно, они будут закладывать туда эту стоимость НДС. Некоторым покажется, что 2% это ерунда. Но на самом деле, давайте с вами сравним. К примеру, в России было 18%, сейчас уже 20%. То есть 18% посчитали, что наши члены правительства, депутаты посчитали, что это мало. Но давайте возьмем Швейцарию, где НДС составляет 7,7%. И это в стране, которая занимает третье место по уровню жизни, по всем параметрам в мире, в которой нет ни нефти, ни газа, ни других каких-то полезных ископаемых. А в России есть все. И правительству кажется, что 18% это мало. Очевидно, что 2019 год и дальнейшие годы для нас с вами будет действительно очень и очень сложным. И в этом виноваты, как ни странно, ни Соединенные Штаты Америки, ни Европа. А в этом виноваты напрямую члены правительства Российской Федерации. Именно они первым делом ударяют по населению, повышая налоги, вводя все новые и новые налоги. Например, капремонта, налог на капремонт вообще не было. Они ввели платы за капремонт. Что-то изменилось в России? Нет. Количество аварийных домов по официальной статистике как было, так и остается. Но этого им показалось мало. Они ввели новый налог. Налог для самозанятых. То есть, если несколько лет назад безработным государство должно было выплачивать субсидии и поддерживать их, то в один миг правительство решило, что всех безработных нужно превратить в самозанятых, которые сами должны будут непонятно откуда доставать деньги и выплачивать государство жирующим чиновникам, которые все с каждым днем все больше и больше покупают себе яхты, виллы за границей. И это очевидно, это мы все знаем и видим по фактам, что многие члены правительства имеют по несколько гражданств. Вводят деньги из страны в офшору, покупают там виллы, яхты, дети у них учатся там, лечатся они за границей. И поэтому очевидно, что им нет никакого смысла поднимать в России ни здравоохранение, ни образование. К сожалению, на сегодняшний день Россия идет по наклонной. Пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях, какой из этого может быть выход, и что можно делать, чтобы избежать всех сложных такого рода последствий. Делитесь этим видео, потому что здесь говорят правду, выводы делать только вам, потому что мы предоставляем вам информацию с официальных источников. Обязательно делитесь этим видео, пишите свое мнение, потому что именно в споре или в обсуждении рождается истина. На этом на сегодня все, всего доброго и до новых встреч.